Эффект омоложения, избавления от акне и его последствий. Этот прибор помогает убрать нежелательные татуировки без следа. Стоит только повернуть ключ и все, дело за малым. Аналогов такого прибора пока нет в России. Уникальность его в том, что он включает в себя три длинные волны. Это фактически три аппарата, мы соединили в один. И по сравнению со всеми аналогами, которые существуют в мире, у нас цена в два с половиной раза дешевле. 70% этого прибора планируется поставляться в штат и в Европу. И здесь нет никакой политики и ограничений, а только заказы уже на 200 штук вперед и прибыль. Вот что значит инновационное производство. Недаром компания так и называется – интеллектуальная система. Сейчас работает 110 человек, средняя зарплата в районе 50 тысяч рублей. Объем инвестиций составляет сейчас 800 миллионов рублей. И будет еще проинвестировано в ближайшие 6 месяцев еще 120, для того, чтобы завершить все работы, которые здесь должны быть. Это единственное оптическое производство такое появилось в Нижнеграде, так как раньше школы не было оптической. Сейчас он начинает появляться, и это хорошее предприятие, на базе которого можно сделать какой-то оптический кластер. Наша задача в этом и заключается, чтобы на базе нашего производства появился ряд производителей, которые могли бы работать с специальной оптикой. Но не только производством одного медицинского оборудования занимается компания. Интересные предложения есть и в сфере энергетики, а также в производстве оптики для оборонной промышленности. На предприятии выращивают кристаллы сульфида цинка, из которых впоследствии получаются вот такие колпаки для навигационной системы ракет. Особенность материала в его способности пропускать не только видимые лучи, но и инфракрасные. Производство одного такого колпака из уже полученной заготовки занимает примерно неделю. Главное в процессе обработки – полировка колпака алмазными микропорошками. Метод самый простой – это метод притира, но это, так скажем, один из высокоточных методов, который может позволить получить поверхность с минимальной шерковатостью и минимальным отклонением от геометрии. В мире существует лишь три производства таких колпаков. Два в США и один теперь у нас. Такое предприятие – находка для Держинской и всей области, говорит глава региона. Радует, что у нас появилась продукция, которой нет еще ни у нас в стране, ни за рубежом. В прошлом году одобрили 23 инновационных проекта, 5 инновационных, льготы дали 1,4 миллиарда рублей, а получили бюджетный эффект 4 миллиарда рублей. К 2020 году ставится задача президентам увеличить производительность туда в полтора раза, а мы, как районы с высокоразвитым научно-промышленным потенциалом, думаю, способны увеличить в два раза. И такую задачу мы сами себе поставили. Будем выполнять. Такие предприятия, они как раз и способствуют хорошему результату. Да и условиям труда на новом производстве можно только позавидовать. Перспективы, они всегда есть. И, я думаю, возможности в плане улучшения своих возможностей и своего опыта, расширения своего опыта, я думаю, у нас еще все впереди. У нас появляются новые молодые кадры, и мы остаемся. И, конечно, интересно заниматься. Можно сказать, что на наших глазах воплощаются решения главы региона по поддержке промышленного потенциала. Область уже стала одной из первых в стране по инновационному развитию. И для этого есть все основания. На науку в регионе тратят больше, чем в других субъектах. В прошлом году, благодаря новым производствам, для нижегородцев было создано 5000 новых рабочих мест. Екатерина Снавкова, Алексей Калякин, Объективное ННТВ.